Обычно Рузаевская пятиэтажка. За окнами одной из квартир произошла домашняя трагедия, о которой никто ничего не знает. Во время съемки жители этого дома закрывали окна, чтобы не отвечать ни на какие вопросы. Рузаевка. Улица 40-летия Победы. Именно здесь, в одной из квартир, дома номер 1Б для двухлетнего малыша, воцарился настоящий ад. Родная мать издевалась над сыном. Когда ей хотелось тишины, заклеивала ребенку рот скотчем. Именно этот момент и снял родной брат 26-летней матери несчастного малыша. По видеокадрам понятно, что бабушка, ребенка и брат совсем не одобряют действий горе-мамаши. Видимо, поэтому ролик насилия над малышом попал в соцсети, где его и увидели сотрудники региональной полиции. В ходе проводимых профилактических мероприятий инспекторы ПДН выявили факты, не надлежащие в исполнении обязанностей подозреваемой по воспитанию двухлетнего сына. Полицейские установили, что местная жительница систематически использовала по отношению к ребенку ненормативную лексику, ставила в угол. Также девушка не выполняла предписания врачей по оказанию мальчику, состоящему на учете в медицинском учреждении, необходимого лечения. При опросе соседей, бабушки и брата, проживающих с ней совместно, данные факты подтвердились. Соседи слышали, родственники видели. Но до спасения ребенка дело дошло только сейчас. Сотрудники опеки рассказали, когда ребенка изымали из семьи, мать не препятствовала. Спокойно собрала сумки и отдала малыша. Ребенок был временно помещен в государственное учреждение и в настоящее время предъявлен иск на лишение родительских прав в Розаевский районный суд. Сейчас ребенком занимаются врачи и психологи. Как часто 26-летняя жительница Розаевки издевалась над сыном, будут выяснять следователи. Возможно, в деле всплывут и другие подробности домашнего насилия. В связи с вызванным общественным резонансом, а также тем, что потерпевшим является малолетний ребенок, инициированы вопросы о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в следственное дело по городу Розаевке, в следственном управлении по республике Мордовия. Стоит отметить, что ребенок в настоящее время из семьи изъят. Уголовное дело будет вести следком Розаевке. Мать ребенка обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Эта статья Уголовного кодекса предполагает наказание до трех лет лишения свободы. Кроме этого, проверят и должностных лиц органов системы профилактики, есть ли в этом и их вина. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости. Розаевка.